Привет! А Кейзи Стаганка, что ты делаешь? Специально сегодня я делал футболку, чтобы показать мой любимый бренд Компанию Элемент Кейс Мы с тобой 2 года назад начинали о тебе рассказывать Еще на Арбате, в магазине Про первые чехлы бампера, сделанные из металла для айфона 4 Помнишь? Вейпор Мы их с тобой крутили, вейпор назывались В итоге мы крутили-крутили и понял, что это в месяц поддел Потому что в России ушлые китайцы завозят все Продают это под видом оригинального товара И напишут саму компанию, они говорят, что это подделка класса А+. Ну, там есть вещи, которые бросаются в глаза Короче говоря, в D-House, это дистрибуторская компания Начали официально возить элемент кейс Официально из США и все такое И вот, собственно, в iKizis пришло несколько образцов Для того, чтобы мы в том числе показали и вам, как это все выглядит Начнем, наверное, с самого простого Это кошелек SoftTech Да Давай покажем Во-первых, это бросается упаковка Когда-нибудь сделан с тобой обзор Но китайцы такое делать не будут по подделку Потому что это слишком не выгляну для них Вот такая вот SoftTech Wallet Да, он называется Это из кожи кошелек Я думаю, ты поймешь Сейчас сам даже ни разу этого не увидев Как тут и что делать Такой чехол девушкам очень понравится Потому что сумки можно носить и не бояться Полностью закрыт аппарат Здесь есть такая штучка, чтобы повесить на руку Как бархатку носить Да Внутри пластиковая основа Снаружи кожа Изнутри бархатка Откредитные карточки Отделение под карты Да То есть Все очень и очень хорошо Стоит он, по-моему, что до 60 или 70 на официальном сайте Есть вариант с коричневой кожей Магнитная, соответственно, там вот эта защелка сзади Это один из самых простых чехлов элемент кейс Вот если ты его откроешь Вот так вот, допустим То вот так это все будет происходить во время разговора Вот так вот будет происходить Ну, да То есть вот-вот Кому-то такие чехлы нравятся Мне такие чехлы не нравятся Они неудобные Да Тут очень много надо открывать Много возни всякой Меня тоже Я такой не очень люблю Теперь давай с тобой покажем Рог Сейчас мы с тобой Так его назовем Наш рог достанем Кстати, вот еще Там проще выдавливать его через заднюю часть Из таких моделей, о чем мне нравится Они очень тяжело достают Ты его пальцем вот там Поднажми хорошенько Да И он у тебя выйдет Спасибо Там надо инструкцию смотреть Я никогда не смотрю Но мне вот пришлось посмотреть Когда я писал обзор Следующая модель Рог Ну да Будем называть его Рог Это защищенный чехол С его помощью аппарат может избежать Последствий падения В чем В чем Давай я сперва скажу В чем тут особенность Алюминиевые вставки по бокам Карбон сзади Основа из пластика Вот Кнопки все дублируются То есть Состоит он Конструктивно Из там нескольких частей Как его разобрать Все очень просто Давай показывай Вот здесь вот есть Такие штуки Вот здесь вот по углам Да Их просто надо вытащить Таким вот образом Раз Они с каждой стороны находятся Мы вам сейчас покажем Это у тебя выпал рычажок Да Отключение громкости Давай сейчас Поводим Там надо было снять Правда Боковую Ну неважно Это неважно И самое главное Подходит под 5s Подходит Ну естественно Под пятерку Под 5s Подходит Так же как и предыдущий Кошелек тоже Вот теперь смотри Тебе нужно положить Тут совершенно Крышку О Видишь Дело мастера Вообще не боится Вернее Дело мастера боится В данном случае Сейчас там еще Зачелкнуть надо Да Его нужно Зачелкнуть Рекомендую тебе Снять еще Вот эту штуку Алюминиевую Снять теперь Снять теперь Да ладно Вообще Видишь Там низ топорщится Тебе надо все-таки Вот эту снять Да Да Ну конечно Тебе нужно снять крышку Можно начать инструкцию не прочитать Да 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 Не просто так Кладут в коробку Вот Вот Все там надо разровнять Все правильно положить Да Вот теперь все Правильно Затем ты Сверху Крышечку Надо подметить Что уже придается Такой вид Что здесь все защищено Сам он прорезиненный бампер Здесь надежно Держатся ласочки Такие резиновые Да Это очень круто Теперь осталось Только положить На место крышку Дело за малым Но Не суетиться Чем-то не напоминает Мы чехол с тобой Делали обзор Такая модель была Варнебой Ну как же она называется то Лунатик что ли Лунатик так Лунатик надо было собирать Здесь ничего Там надо сперва положить Вот эту штуку Пластиковая Причем надо было положить Когда мы с тобой одевали Не-не-не Можем сейчас положить Спокойно совершенно Да будет работать Да Еще хочу сразу показать Здесь есть такая вот Такой аксессуар В комплекте В Америке очень любят Носить чехлы на поясе То есть это крепление на пояс Вот здесь вот Зажим есть там для ремня Вот Плюс это подставка Вот Вот Вы можете сюда вставить Опять же Работать на стройке Оптимальный вариант Согласен? Да Для чего нужен рог? Ну вот здесь вот в принципе Вкратце написано Для чего Всем покажу Там В основном про защиту То есть шасси сконструировано Для того чтобы Смягчить удар Бросим Поликарбонат Есть Бла-бла-бла Но если только давай на торец Экраном Да хотя бросай в принципе Бросаем Ну да Чуваки Здесь я не боюсь за свой аппарат Ну меняют Вот пожалуйста Раш-тест не выдержан Ты его скрепил? Собственно карбон Вот А части отлетели Почему? Ты его собрал неправильно Сейчас тебе Все эти вставлены Подожди Зажимы вставлены Вот они закреплены Вот смотри Если ты посмотришь Вот это вот вылетело Почему? Сейчас Или нет? Нет Все Давай попробуем еще раз Можно было без Подожди Стоп Зажимы ты должен был вставить? Сперва вставить алюминиевый А потом вставить даже Я оставил Так и вставил Потом вылетел еще Эта мелкая фиговина Ну что давай Давай снова еще раз Соберу На принципе Все собрал так как нужно Хорошо Граж-тест пройден На 4 с плюсом И только Небольшой минус Ставим из-за того Что просто разлетелись Эти металлические части Сам телефон остался живым Да Потому что Это Карбон Надежная защита Из твердого силикона И Вот эта часть Если он падет Вот так Если бы была еще пленка на экране Или Гластер То В общем-то можно было в футбол играть Не коснется экраном Да Давай покажем Я думаю Русалки живы Я думаю с этой модели все понятно Давай покажем Ронин Есть Как бы даже сказать В общем Это культовая штука Ронин Существует В нескольких вариантах Отличается дерево Вот эти вот Деревянные вставки Здесь алюминий сверху И внизу Это вот деревянные вставки Чехол Нужно скручивать Кнопки здесь сделаны отдельно Вот так вот Это все Утоплено в дерево Все это классно Как будто ручная работа Находится такой рычажок При включении громкости отдельный Сверху кнопка Включение аппарата Стоит 189 долларов США Ну в общем По поводу того Насколько это культовая вещь Недавно была версия Где Из Задняя часть была Азель Кантара Мы попросили Сережу Нам собрать Ронину Перед тем как снимать Сережа его не собрал до конца На самом деле Да Молодец Вот где Сережа Вот так вот выглядит оригинальная упаковка Сейчас покажу Это тоже очень важно Потому что Подделок огромное количество Китайских Да В комплекте Поставки Есть там тряпочка Для салфетки Для чистки Успособление Нанесения Вот это вот задняя часть Сделана из Лекантара Совершенно верно Она приклеится вот сюда Можешь приклеить прямо сейчас Там у Сереги пленка что ли Приклеить ее можно не один раз Вот Имейте только ввиду Что это тестовый образец То есть мы уже Тут его собирали на разные аппараты Смотрели Выглядит это вот так Вырез под 5С Сделан Да Соответственно Под камеру Там все подходит Вот В идеале Вот эта контора Мне кажется без нее Круче будет смотреться Ее можно убрать Носить с простым Простым бампером Тут уж как угодно Ну короче не суть Была там версия С каким-то особым деревом Предзаказ 4000 штук Раскупили за 10 минут Я тебе по секрету скажу Всех чехлов которые я видел Ронин Мой самый любимый То есть На что я то Как бы ценитель чехлов Вот обратите внимание Да Качество полиграфии То есть Как здесь все Происходит Вот здесь В комплекте Вот такая Отвертка Вот это вот Отвертка Она там Из пластика Снимается колпачок Там отвертка Есть тут соответственно Салфетка Инструкция На боковые части аппарата Нужно наклеивать На боковые части аппарата Нужно наклеивать Вот такие штуки Перед тем Как вы начнете собирать бампер Это нужно для того Чтобы Да да Я показывал Нужно для того чтобы Не поцарапать топцы То есть Я бы не рекомендовал Вам покупать Где то Ну не знаем В интернете и так далее Это не та вещь В России В России будет стоить Да В России будет стоить Ронин около 8000 рублей Ну и То есть Я бы рекомендовал Вам прийти его Посмотреть живем Потом принять решение Доказка Дихаус привезет Да Насколько я не люблю бамперы Но тем не менее Ронин это один из моих Действительно любимых чехлов В общем Наверное На этом знакомство закончим Там еще очень много будет У нас чехлов элемент кейс В этом году Покупайте в нормальных местах Поверено Да Покупайте нормальные Рок Как видно Краш-тест пройден Да Краш-тест пройден Еще разок его Пожалуйста Теперь на экран На экран Крусалки Целы невредимы Спасибо Саша Давай пока Покупайте Покупайте Покупайте